Добро пожаловать на чечки и девчонки, с вами ваш Невармор, мы возвращаемся на защиту родной-родной галактики. Начинаем с того же места, где остановились, включаем все наши показатели по ресурсам, тебя тоже включим, и смотрим, что нам нужно сделать. Нужно победить Сакара, это самое основное на... а, и захватить Энтак, мы же точно-точно-точно, мы же как раз-таки взяли космическое владычество над Энтаком, и должны усугубить его на земле. Для этого нам нужно ни много ни мало, всего лишь накопить наземные силы, вот давайте-ка этим делом и займемся. Денежки у нас вроде бы как есть, наземные 302-е, и, оу, мы сможем биться с авиацией, это уже очень прекрасно. Два эскадрона, пожалуйста, 302-х, и, наверное, ну это не точно, три эскадрона 302-х. Генерал Хаман отправляется на землю, на длительно-постоянное присутствие, а мы должны пощупать с помощью ЗВ-1 стелс-миссии, что на Хэнане, на Джуне и на остальных планетах. По-хорошему, нам бы нужно поднять восстание Джафа на Чулаке, но до Чулака добраться отдельная боль-печаль. Скорее всего, придется убирать Аэребус. Проблема в том, что Аэребус так просто не возьмешь, там тоже сила Сакара. В смысле, ЗВ-1, а что такое? Мы не хотим лететь, у нас какое-то предубеждение против системы Хэнан, на Джуну слетаем, на Джуну тоже не слетаем. Куда мы слетаем? Нам нужно оценить, сколько нам нужно 304-х, сколько нам нужно всего остального. 302-е строится супер-медленно. Плюс мы можем поймать внезапное вторжение от системных лордов, где-то с Питри-С-114, тоже нехороший вариант. Так, ЗВ-1. Как они так по стелсу летают, что я их не нахожу? У нас зеленая линия маленькая. И что мы видим? О, системный лорд Осирис. И мы вполне можем решить эту маленькую, но нехорошую проблему. На Эмтаке. Для контроля мы оставляем еще один 303-й. Даст... Нет, Дэд Гоауды не дадут, но будем надеяться, что они не налетят. Попытаемся немножко отбить. Осирис это вассал Анубиса, Анубис нам тоже в галактике не нужен. Будем наказывать по мере возможности. Ууу, вот ЗВ-1 стоило отсюда вывезти. ЗВ-1 здесь там точно не нужны. А это что за планета 367? Примитивное население, много лесов, горы, озер и рек. Так, живут местные в маленьких деревнях. О, это там, где Гоауд Нирти проводил свои... Проводила, точнее, свои нехорошие генетические эксперименты. Операции разные делала. Прям как в Таиланде галактическом. О, где мы из ЗВ-1? На чем мы летаем? Мы летаем на маленьком Телтаке. Вот и летайте отсюда. Мы, конечно, победим, но на случай чего лучше в сторону. Нам еще Тилка выводить... Так, а может сюда? Мини-ноэлектризованное поле. Остальные движутся. Остальные движутся нежно вперед. У нас странная зона обзора. По миникарте и очень узкое место. Чтоб нам не сделали зыс из спарта. А ну-ка сделай мне обзор от центра. О, нас уже встречают. Нас уже встречают, это прекрасно. Встречают бомберами. Сложное слово, алкеш. Выдвигаемся нежно и осторожно. Асириса лучше не упустить. Остальных тоже лучше не упустить, поэтому старая добрая тактика выбивания движков по возможности. Малая летательная занимается малыми летательными. Ну так они послушали мою команду, конечно же, да. Зачем же слушать вашего главного адмирала? Сами разберемся без сушивых. Нежно движемся еще вперед. Еще на ускоренной. Они пытались нас дожать сзади, но у них это явно не вышло. Питы пока что держатся у всех. Можем немножко... Ну нужно ли нам? Стойте бояться. Если у вас команда стоит на месте и не дергаться. Вот здесь стойте и не дергайтесь. Потому что ваше движение нам совершенно не нужно. Они к нам сами придут. И в этом будет их большая ошибка. К сожалению, в этой части мода почему-то они не отрисовывают щиты. Раньше они дали 34-го отрисовывали отдельно объемные щиты. Это было прекрасно и красиво. Здесь почему-то до этого не дошли. Мелочевка. Десглайдеры мои. 301-е. У меня нет желания вас терять, но... Придется вас потом натравить на Осириса отдельно. Отступление. Отступление, отступление, отступление. Главное Осириса выманить сюда. Она держится возле атаков. Но мы ее задели. Судя по полосе здоровья, мы ее немножко назадели. Так, это сильно здоровый, да? Назад. Отступление, отступление, отступление. Они уже... О! Я ее вижу. Огонь из всех орудий. 304-й вперед, 303-й вперед. Огонь по ангарам. Зараза, хатаки нам съедают щиты, что бешеные. Резвый разворот. Турбоплазмы, что ли, бьют. Негодяи. Еще одно маленькое отступление. Разворот назад. Ох, как вы сложно разворачиваетесь. Бортовыми, бортовыми пушкой обейте. Ох, мы зажимаем Асириса впереди себя. Прелестно. Мы ее можем достать, и мы ее... Скажите, 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 скажите. Да, доставайте, доставайте, ребяточки. Она не должна уйти. Не достали, спряталась в туманности. Вот всегда с ней так. Только ты думаешь, что ты ее достал, и нет. Будь там плавом. Аня, смотрите, как... О, есть. Ложный системный... Точнее, ложный бог Асирис повержен. Это ли не прекрасно? Небольшое восстановление щитов. Совсем чуть-чуть. Кто у них остается в резерве? Два хатака. Огонь по движкам. Стренож Тио. Он должен замереть на месте. Триста третий назад, 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 назад. На полной мощи своих движков. Есть. Есть. Есть пробитие. Есть пробитие. В хорошем смысле этого слова. Есть пробитие. И минус уйти мы сразу ангаром. Это... Атак новых системных лордов. Но не хатак Лоса Анубиса. Щиты держатся. В основном держатся. Хатак или станция? Станция или хатак. Так, выбиваем ангары на станции. Нам не нужна подмога. Они постоянно призывают новые батээскадроны с... Глайдера смерти. Нам это очень сильно мешает. Так, кто у нас больной? Больной? Отступление. На ускоренный. Восстановился. Вперед. В бой. Мелочь. Вперед, в бой. Назад... Ох ты ж, боу, они подкреп... Подвели под... А, нет, не подвели еще. Подкрепление еще не заехало. И минус ангар. Все, подмоги у них нет. Выбиваем дышки последнему. Толк отцены отступает назад. Можно назад, не через вперед. Говорят, помогает выживанию. Ну, вообще, нужно наш флот 303-х уже упразднять. Если оставлять, то просто для моральной поддержки на планетах. Для контроля незаконтрольной земли. Ангары, 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 пожалуйста, ангары. И здесь уже можно на ускоренной. Поливаем станцию. Отрезаем по пути отступления. И вырезаем им дышки. Этот ходок отцены без даже генератора щитов. Уйти он не может, но мы его добьем. Мощная победа без единого жертвы. Итого, планета Питрикс 367 наша. Можем ли мы совершить наземную выставку? Скорее всего, можем. Нужна ли нам станция Хасара? Что бы она могла дать? А космическая станция в пространстве Гоудов? Здесь дешево строятся космические станции. На космической станции дешево строятся космические станции. Идея хорошая, но не о том. Продолжаем накопление ресурсов, накопление наземных сил. Возможно, еще один атмосферный 302-й. И пару-тройку команд ЗВ нужно создать. А ЗВ-1 движется вперед. А разведку на земле у нас произведет отряд срываны. Где-то вот здесь. ЗВ-1 не хочет двигаться вперед. Что такое? Итриикс 2-5-4 закрыт. 1-1-6 закрыт. Эребус хотя бы нет. Да, Эребус откроет. Ммм, как бы это ни было грустно, нам придется уничтожать Сакара. На Энтаке. Раньше у нас не получится просто. Да, и почему мы не юзаем... А, мы не юзаем космос, потому что у нас нет... Нет, у нас есть деньги на космос. Пожалуйста, деньги на космос. Еще один 304-й. Разведка на 367. Судя по стаку, один отряд Джафа. Четыре отряда Джафа, пардоньте. С турелями можно решить, без турелей может быть сложно. Странно, что у нас нет... Держите правильное слово по-русски. Разведки. У нас же орбитальное присутствие уже подавляющее. Красота. Звездные врата всегда радуют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выходи. Ох ты боже, сколько отрядов Джафа. Бойцы, мы должны затеряться в лесах. Турель номер раз. Если мы не можем их победить в честном бою, то мы их победим в честном бою. Потому что если мы победим, это будет честно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это была неправильная мысль о разведке. Просто потому что здесь нечего разведывать. О-о-о-о-о-о-о. Турель номер какие-то бафы на это плане. Зв просто отряд ЗВ. Нас очень слабо. Ух ты, жисть. Бегим, бегим, бегим. Бафы не бафы, но мы не бессмертны. О-о-о. Кольцевой транспортер. Куда мы можем отправиться? Кольцевой транспортер. А куда нас тп шнула? На стп шнула вообще на другую сторону. С такой тактикой можно работать, слушайте. Турели нам поснимают, но у них отряд все-таки конечная. В каком-то месте. Нет, 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 нет. И у нас забирают кольцевые транспортеры. Рассредоточиться. Нет, без авиации здесь ничего делать нечего. Отходим к Звездным вратам и отступаем. Сделали по классике, по канону. Отступление. Адрес набрали, улетели. Два отряда воинов в Джафа мы уничтожили. У них остаются... Мы не видим, что у них остаются, но... Тут у них явно остается. Можем немножко ускориться. 304-й к основному флоту. ЗВ-1 на... А на Эребусе-то, слушайте, как-то поменьшило их. Капитальных кораблей нет уже. Вот они где, на Далмаке капитальные корабли, основная база. А на Земку мы все так же не видим. Но это родной мир Саккара. Ридом начинать нам приходится с МТК. Это ли не странно? Так, опу-пу-пу, что происходит? Асгарды заметили, что мы стараемся победить гуаудов, и решили, что мы достойны, чтобы войти в состав защищенных планет. Переговоры пройдут на Земле. И скоро начнутся. Так, а... При переговорах еще помнится, команда ЗВ-1 должна присутствовать на Земле. Давайте отправим. Хотя бы в орбитальном пространстве. Водный отряд достаточный, поэтому начинаем набрасывать. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Четыре батальона 302-е, эскадрона 302-е должно хватить. ЗВ-1 на Землю. Еще денежки в 304-е. И можем отправляться. Битва с Дэнтак начинается. Что? Шу-ру-ру. Подождите. А-а-а... Договор с гуаудами был подписан. М-м-м... Асгарды снова... Пошлют кого-нибудь, чтобы... А, Асгарды согласились послать кого-то, чтобы защищать нас от гуаудов. Хорошо. Если они нам пошлют свой корабль, будет еще круче. О-май. А мы реально поймали Сакара. Он действительно на Дэнтаке. При том, что столица его на Дэлмаке. Энтак заселен примитивными людьми. Есть болото, есть деревни. И давным-давно системный лорд Сакар захватил эту планету и поработил поселение. История старая как мир. Гуауды приходят, гуауды захватывают, гуауды порабощают. А ничего не меняется. Раз. Два. Три. Больше нам не завезли. Отряд вперед. Нам нужна еще одна точка усиления. Триста вторые взлетели. Сопровождаем. Действительно очень болотистая планета. Впереди никого. Впереди никого. Сможем высадить еще отряд. Ребятушки наускорены. Наускорены. Пока там же они подошли. Вот. Сучка захвачена. А гуауды, скорее всего, засели где-то... Наверное, вот здесь какое-то защищенное место платом. У них тоже есть авиация. Ну, вашу ж гуаудскую дивизию. Гранатометчики пошли. Триста вторые вперед. А, как бы у вас так вместе аккуратно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное, не разлетайтесь. А, здесь турель, да? Как мы потеряли два триста вторых сразу? Хотелось бы поинтересоваться. Чем они нас так отбили резко? У них есть ставпушка. У них есть чертова ставпушка, которая меня застреливает. Прямо скажем, авиацию очень сильно понерфили. Раньше авиация была мощна, что боженька. Авиационным налетом можно было снять вообще всех. Сейчас авиация у нас чуть-чуть Сасай Кудасай делает. Раз-два. Два отряда подъехало. Значит, по старой доброй тактике, авиация просто на поддержке. А мы пытаемся найти зону усиления. А мы нашли системного лорда Сакара. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Это стоит того, чтобы на него нацелиться авиация отдельно. Ты сюда. У него защиты никакой не должно быть. Вы выдвигаетесь вперед. Снимаем отряды, ищем Сакара сами. Рассредоточились. Бежит, бежит негодяй. И по-моему, бежит на нас. Но есть нехорошее подозрение, что у него есть ленточное устройство Гоудов, которого он нас сейчас отбросит просто всех сразу. Огонь по Сакару. Огонь всеми гранатами, ракетами, чем только можно. Огонь по нему. И, 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 и. Догоняем, 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 догоняем. Он не должен уйти. А, ложный бог Сакар был уничтожен. Нам от этого легче не станет, но он был уничтожен. Миссия должна засчитаться. Крайне мере, в той части, что мы должны уничтожить Сакарам. Мы сражались героически. Героически уже погибли. И есть такое нехорошее подозрение, что победа над Сакарам тоже не засчиталась. Его тело, скорее всего, не сдет в саркофаг. А значит, что? Значит, он... Уф! Значит, его воскресят. Нам дали корабль Асгардов. А вот это мы сейчас проверим. Пока собирается новая наземная миссия. Навиаты мы вот раз сэкономим. Возьмем просто большой-большой-пребольшой отряд. И высадим сразу всех через Звездные врата. Флот отправляется... 367 под контролем. Флот отправляется... Пожалуй, на Эребус. Возможно, мы сможем пробить через Эребус коридор... Если флот туда полетит. Коридор на Чулак. Одними восстанет Джафа. Джафа будет за нас. Асгарды помогли нам с некоторыми нашими исследовательскими проектами. Можем... Строить новые юниты. Да, вы что? А нет, не можем. Что у нас? Нет, у нас что-то добавилось. А ну, внимательно смотрим. Есть... Ракетная площадка. Есть у нас... Авиабаза была. Транспортная база была. Бараки были. Генератор щита добавили. Но это для наземной защиты. Академию добавили. Вот Академию и... Ракетная шахта. Ракетная шахта тоже для защиты... Орбитальная защита при космических сражениях. Не особо нужны. А вот Академию мы построим. Академия, дело нужно. Эребус. Да, мы можем туда добраться. Следующая на очереди Академия. Так, смотрим. Смотрим, наблюдаем. Ведущего мы опять не выставили. Ну и ладно. Им это не поможет. У нас же корабль Асгардов. А корабли Сакара против Асгардов Сосар. Класса Нил. Он прекрасен. А что у него есть? У него есть концентрация огня. У него есть щиты. Которые все еще не отрисовываются. Но они есть. В астороидное поле мы дело ясное, что обойдем. В астороидное поле нам не нужно. А вот по станции мы, наверное, ударим. Глупые-глупые Гуауды. Туда, куда вы полетели, нас уже нет. Насколько это шикарно. Шикарно, как черный экран. Корабль Асгардов настолько суров, что мы его даже не видим. Атак. Ну, разворот. Враг найден. Враг обнаружен. Малолетательные аппараты. Ваша цель это малолетательные аппараты. 304-й отходим. Корабль Тора вперед. Концентрация огня. Да на ком-нибудь вот на нем. Бум-бум, куда же ты остановился, родной? Давай-давай-давай-давай. Отступай-отступай-отступай-отступай. Дальше в угол. Немножко чуть не протупили. Еще отступай в угол. Корабль Тора вперед. Продолжаем обход по дуге. Нам сюда. Корабль Асгарда большой, но поворачивается бог ты мой. Я еще жаловался на имперские разрушители. Это поворачивается еще дольше. Ну и огонь по станции. Снимаем им всю поддержку. Минус ангара. Минус генератора щитов. Переключаемся на хат-так. 304-й отступаем, отступаем. Нам еще все движков. Быстрый прыжок. Минус станция. Догоняйте, 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 догоняйте. Они сейчас нас лишат корабля. Такого быть не должно. Ты тоже отступаешь. И чего ж вас несет астероидное поле, скажите, пожалуйста. Да, системные лорды отступают. Твист, не успели вдарить по движкам. Один корабль все-таки ушел. Но зато без потерь. Старая добрая схема. Оставляем один на защите. Дальше атаковать пока не будем. Наша миссия на сегодня начать восстание от Джафа. ЗВ-1. ЗВ-1. Поехали. Чулак открыт. Чулак доступен. Что у нас по наземке? Наземка собирается, но медленно. Чуть-чуть ускоряемся. Нужен еще один гранатометчик. И еще команда ЗВ, наверное. И еще один тридцать четвертый. А чулак, планетарное сражение неизбежно. Если бы я знал, что там будет планетарное сражение, я бы послал туда всех со флот. С флотом. Боже мой, насколько это шикарно. Слушайте. Это Тилк или не Тилк? Да, это Тилк. Они сделали... Слушайте, они сделали соло-рпг-миссию в стратегии 2006 года. Это великолепно. Тилк, я должен найти мастера Брейта Ка. Он в своем доме на востоке от врат. Вместе с ним мы найдем поддержку нашей цели. Давайте. Скорее всего, это вот этот домик. Главное, не попасться в засаду. Да, да, да. Тилк, мой старый друг, я рад тебя видеть. Я пришел, чтобы собрать поддержку для нашего восстания. Я знаю нескольких людей, которым можно доверять. Они находятся в лагере неподалеку отсюда. Но сначала мы должны убедить их поддержать нашу атаку против Дворца Апофиса. Здесь есть Дворец Апофиса. Ешь, матрешь. Мы же не рассмотрели карту. Пауза. Так, я вижу точки. Это скорее всего вражеские патрули. Дэдглайдер. Было бы неплохо забрать. Домики, домики. Да, они отрисовали все поселение на чулаке. О, Дворец Апофиса. Да, да, да. Да, это ж когда. Хорошо. Нежно, аккуратно. Не попадая в передряги. Как там нам нарисовали? В лагере я вот здесь. Идем под стеночкой. Под стеночкой обычно ничего плохого не происходит. Так, вы они или вы не они? Вы нас не атакуете, значит вы они. Джеффа, пришло время сбросить цепи и оковы нашего рабства и восстать против ложных богов. Кто присоединится к нашей правой цели за благое дело? Джеффа отвечает, я верю, что наша цель правильная, но не верю, что мы сможем это сделать. Ну, 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 что за... Это не Джеффа, это Джеффа Ждуны. Сделайте все за нас, называется. Так, по центру не идем. Под стеночкой, под стеночкой. Проверяем еще домик. Джеффа. Че как, восстание. На полшишечки. Цепи ложные боги. Сбросить, восстать. Отвечает на что-то на джеффовском. Кекунак. Но присоединяется. Прекрасно. Ускоряемся. Так, главное, не нарваться на вражину. Вижу еще один отряд. Давайте вот сюда прострейфили быстро. Братья. Пришло время сбросить оковы. Бедный мастер Брейдок. У него речь одна и та же. Ложные боги, оковы, братья, сбросить. Это честь для нас сражаться против наших врагов общих. Хорошо, у нас уже два отряда. О, я видел вражеский отряд. Еще раз, два, три, четыре. Запомнили точки. Рассредоточились. Вот этих нужно уничтожить. Пока не они нас, мы должны сделать их. Угу. Есть. А если что, Тилк и Брейдок должны выжить. Все остальные выжить не обязаны. У меня появилась мысль, что они же не все могут быть нам друзьями. Давайте-ка рассредоточим, а то вдруг мы сейчас подойдем, так-то... Джоффа, а что, как немножко свободы? Они такие, не-е-е-е. До истинного бога Апофиса и все такое. Вот это обидно будет. Джоффа, нам нужна ваша помощь в сражении против ложного бога Апофиса. Помогите нам. Я буду сражаться за моих детей, мою жену и мою свободу. Хм. Молодец, красавчик, чё сказать. Особенно, что детей и жену ценит больше свобода. А еще один маленький отрядик. Так-так-так-так-так. Если мы зайдем не Тилком, а вот просто отрядом, нет? Не стриггернулась. Просто очень сильно опасаюсь предательства. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Ну-ка, давайте вперед. Джоффа, давайте с нами. У нас будет зажигательная пати. М-м-м, слишком большой риск для веряемой семьи. Вот неправильно это, Джоффа. Не понимаю, что политику Джоффянской партии. Внизу, внизу и вверху. Давайте два нижних сперва, потом верхняя. Так, мастер Брейдек и Тилк, не отрываемся вперед. У нас с Тилк и мастер Брейдек самые коцаны. Весьма-весьма обидно. Рассредотачиваемся. Не забываем, пока мы рассредотачиваемся, у нас все нормально. Когда мы нет, минус три отрядчика. Галливы на колено встали. Устали, притомились или что? О, молодцы, красавчики. Долой ложных богов. Эти за нас. Я видел еще один отряд сверху. Еще один отряд снизу. Давайте снизу, наверное, сперва. Аккуратненько, аккуратненько. На пяточках, на носочках. Братья Джофа, вы с нами или вы нам сестры? Я говорил, что будет предательство. А эти говорят, мы за Апофиса. Глупцы. Вы могли быть свободны. Есть ощущение, что последний тоже будет за Апофиса. Ох, ты ж, ёх, ты ж, матрёх, ты ж. Один отряд внизу. Один отряд внизу оставим. Не будем же за ним гоняться. Исключительно для того, чтобы избежать неожиданности, мы их окружим и сделаем предложим выбор. Вы хотите жить, или вы за ложного бога? Ну? 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 Ну, еще поближе. Нет? Братья Джофа, одумайтесь. Гоуды еще и вещества им балуются. И привычку у них нехорошую. А эти тоже Джофа на вещества. Кто же говорит, не предадим мы истинного бога. Что и требовалось доказывать. Все? Да, все. Поддержку мы нашли. Ну и идем в Атаку на дворец Апофиса. В который раз, друзья мои, в который раз, потому что за кадром это происходило не один раз точно. Проблема в этой миссии в том, что... Там будет засада. Ну, кто ж знал. И Цитрэп, как говорится, но деваться некуда. И самое обидное, что... Точнее, не убить, а сохранить в живых тилках и прыток. А это задачка из разряда даже не со звездочкой, а с большой звездищей из Кремлевской башни. Огонь, 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 огонь. Уничтожаем Тилтак, пока он не высадил подмогу. Уничтожаем налетчиков сзади. Если бы это было все, то это было бы очень просто. Но нет, это еще не все. Так, стилк уже покоцанный. Брай так еще держится. Огонь, 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 огонь. На первой скорости выдвигаемся медленно. Давайте, братья, уверенно. Уверенно, здесь будет еще один Тилтак. И... И... И где он? И где он? Его нужно снять в первую очередь. Рассредоточились. Вот и он. Огонь, атакуем, 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 атакуем. Пока... Фу, хотя бы не высадил подмогу, и то хорошо. Вражский Джафа уничтожен. Отступить назад, 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 назад. Тилк и Брай так в это время очень быстренько дернут к звездным вратам. Потому что ситуация сворачивается после открытия врат во дворце Апофиса. Не самая радужная. Не спешим, не спешим, не спешим, Джафа. Мы должны дать Тилку и Брай так в это время. Давайте-ка вот с этой точки. Здесь хотя бы засада нет, потому что эту тактику я еще не пробовал. Все остальные пробовал, закончились очень неудачно. Джафа. Огонь. И... Да, мы это делали. Тилк и Брай так вовремя сбежали. А, Джафа, Джафа, Джафа... Дворец Апофиса уничтожен. Мы достигли своей цели. Брай так набираем врата. И валим отсюда, просто валим. Ух ты ж, за намел Кэшу выслали батальон Джафа. Ммм, немножко не дорисовали. Аффекта Звездных врат не сработало. Но задел на будущее шикарен. Итого, мы убедили Джафа, чтобы они подняли восстание. И изгнали Гоуду со своей планеты. Так что Чулок подпадает под нашу юрисдикцию. И это уже прекрасно. Открываем, наверное, таким образом путь на Дакару. Первородину всех Джафа. И... Наши долетели... А, это не наши долетели до Эребуса. Это их долетели до нас на Эребус. Два капитальных корабля, 7х атаков старых и 3 новых. Сможем ли мы с этим что-то сделать? Давайте посмотрим. Деваться все равно некуда. В крайнем случае, перегруппируемся на Чулок, и там уже будем думать. Но, как видите, Гоауды пошли в атаку. Совершенно нерадостный момент. Радует только то, что они пойдут через поле астероидов. У нас это более чем устраивает. Капитальный корабль через него пройти не должен. Да, он уйдет в обход. Выстраиваем оборону здесь. Выстраиваем оборону здесь. Все, что пойдет на нас по мелочи, не считается. Тор, разворачивай корабль. Вы сюда. Пошли пирамиды. Скорость поменьше. Не гонимся. За ними не гонимся. Стоим на месте. Капитальный обнаружен. Огонь. Огонь из всех орудий. Он слаб против... Да, он сразу слаб против кораблей асгардов. И ты мы ему снимаем, что боженьки. Да, хоть верти, хоть крути ты своими руками, ничего ты не сделаешь. Давайте, короче, всем флотам, пока они не подтянули основную массу атаков... Ангар сняли. А вот и подтянулась основная масса атаков, нет? Нужно переключаться, пока у нас есть щиты. Огонь сюда. Фор, переключайся. А это тебе вообще на один зубочек? Это есть. Меняем приоритеты цели. Двое назад. На ускорение. Они нас могут просто задавить массой. Центральных атак, огонь по ангарам. Это ваша цель двойная. Ох, мы уже долго разворачиваемся. Отбиваем ближним. Не гоняемся за дальними, отбиваем ближних. Нимим движки, будет вообще все в шоколаде. Есть минус ангара, минус движки. И в целом битву мы уже сделали. Силы Гоодов рассеяны и повержены. Осталось только это дело задорешать. И не дать никому уйти. Парах атаков новых моделей. О, что это такое вылезло? А где ты взялся? Перез астероиды прошел, что ли? Ух ты, какой негодяй. Да, фактически их уже нет. Они допустили ту же ошибку, которую допускаем мы. Послали все широким фронтом, но их это не спасло. Движки, 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 движки. Есть, все, не уйдешь. А флот Гоаудских системных лордов соснул в системе, пожалуйте, Эребус. И на этом, друзья, мы делаем маленькую паузу. Продолжим уже в следующем эпизоде. Как обычно, не забываем про нашу телеграм, дискорда, вконтакт. Ссылочки под видео в описании. Всем удачи, всем до встречи. Увидимся немножко попозже. Субтитры сделал DimaTorzok